ПОМИДОРКА ЗА РЕШЁТКА Меня зовут Бакштиф Дмитрий, как я обещал, незамедлительно после прохождения игры Max Payne мы приступаем к прохождению игры Max Payne 2 с подзаголовком The Fool of Max Payne. Это такой же мрачный нуар, какой был в первой части, да вот только смысловая нагрузка немного отличается от первой. Если Max Payne это был такой триллер с драмой, такой душевной, личной драмой, заточенной под месть, то Max Payne 2 это триллер, нуар с драмой, да вот только не личная, а романтичная драма, если вы понимаете о чем я. Ну а те, кто не поняли, я думаю, вам стоит посмотреть все прохождение от начала до конца, возможно даже пройти ее потом самим, и, наверное, вы поймете. Собственно, по картинке в меню уже более или менее все ясно. Другой герой, точнее актер в роли Max Payne, это вообще одна, по-моему, игра такая, одна из немногих, где каждую часть актер меняется. Самое забавное, что это игра, а не сериал или фильм, и тут, конечно, это немножко смутило всех поклонников Макса, но при этом мне лично показалось, что вполне себе нормально. Причем сменилась вся актерская бригада, изменен Макс Пейн, изменена Мона Сакс, изменен Джим Бравура. Вообще все изменилось. Ну и игра немножко поменяла в сторону, в которую она текла, как и, собственно, что, собственно, и произошло даже с третьей частью. И, несмотря на это, как по мне, это все равно потрясающая игрушка своего времени. Давайте начнем новую игру. Детектив. Часть первая. Тьма в себе. Пролог. Особняк. Сейчас. Черт, не вышло из меня сильные женщины. Они все мертвы. Любовь убивает. Любовь. Что я мог сделать? Прошлое как провал. Сколько ни беги от него, бездна за спиной будет только глубже. Все страшней. Все ближе. Выход один. Заглянуть туда. Мы на месте. Повторяю, мы на месте. Словно заглянуть в собственную могилу. Проверить местность. Не стрелять. Словно поцеловать дуло пистолета, где пуля дрожит от желания снести тебе голову. Больница сегодня. Чуть раньше. Мы его теряем. Множественные огнестрельные ранения. Зрачки расширены. Травма головы как минимум. Он в шоке. Две больших капельницы и в реанимацию. Быстро. Не реагирует. На нем вообще живого места нет. Мы его теряем. Сегодня я очнулся в больнице и подумал, что хуже быть уже не может. Потом открыл глаза и все вспомнил. Она была мертва. Боль. Мое преступление зияло за спиной черной бездны. Прочь. Бежать. Бежать как можно дальше. Мир рушился и я бредил. Прочь оттуда. Макс Пейн. Макс, Макс, Макс. Макс, Макс, Макс. Мой дорогой друг. Пейн? Твоё, твоё, твоё. Макс, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Макс, Макс, Макс. Прости, что-то. Бей, бей, бей. Бей, бей. Забавно, ребят, тот факт. Осознаю... Забавно, точнее, тот факт, что я первый раз прохожу игру с полной русской локализацией. Обычно это был только текст, а голоса на английском. А тут вот такое вот привалило чудо. Это для меня эксперимент. Я уж не знаю, как оно покатит, не покатит, но вы мою точку зрения знаете. Лучше какой-нибудь русский, чем английский. А именно даже на звук. Так что уж простите, я хочу пройти, посмотреть эту локализацию. И, надо сразу сказать, я немножко реже играл в Макс Пейн 2, чем в первую часть. Поэтому я не знаю здесь всех прибаут. Ну, по крайней мере, на том уровне, на котором знаю про первый Макс Пейн. И то я, когда проходил первого Макса, вы мне столько всего интересного рассказали в комментариях. Чего я даже и не знал. Здесь вроде вообще ничего нет. В шкафе можно открыть, но там ничего нет. Тут очень точно. Чего ты так боишься? Чего ты от меня хочешь? Игра уже начинает настраивать на то, что... У меня в голове было пусто. Дырка от пули вместо всех ответов. Возможно, я не хотел ничего знать. Я хотел разбить себе череп и вырвать оттуда боль. На то, что эта драма не личностная. А драма двух человек. Любовь, морковь, все дела. Слышите телефон? Он где-то тут. Это доктор Магдерландо, неотложка. Освободили койку, которую я резервировала. Сотрудница, которую мы ждали, скончалась по дороге. Ее везут в морг. Какую это сотрудницу? Я, блин, начинаю понимать, что действительно я очень многое забыл по Максу Пейн-02. Серьезно, я чаще гораздо перепроходил первую часть. Хотя, считаю вторую, но тоже очень крутой. И со своим шармом. Наверное, то у Макс Пейна-02 не отнять. Свой шарм у нее есть. Как всегда, все началось с трупа. Пейна я уберу. Считайте, он труп. Полиция Нью-Йорка. Не с места. Нашел его. Поиграем в ковбоев. Ну и тут, при первом прохождении, я просто рот открыл и охренел и сказал, ВАУ! Тела! Они двигаются! Они подвижные! Тела мертвых людей подвижные! Это было здорово. Она одна из них. Она здесь, чтобы убить меня. Назад, Пейнс! Уинтерсон! Как и появилась физика окружающих предметов. Какая-никакая. В отличие от первой части. Блин, открываю эти шкафы в надежде что-нибудь заметить, но я же помню, что мало у них чего есть. Да и вообще нахер, это не нужно на самом-то деле. Сейчас нужно просто пройти вперед. Телевизор. Телевизор. Розовая клиника, розовый фламинго. Розовый фламинго. Запоминайте. Эти все детали потом всплывут. Смотрите на это лицо. Вы же понимаете, кто это, да? Умер, думаю, я мертвый, я не знаю, не знаю. Смерть креет, смерть. А здесь? Уходи, уходи, уходи. Я сделаю тебе больно, я сделаю тебе больно. Они сказали, что я сбежавший душевнобольной. Диагноз? Параноидальная шизофрения. Ты не в своем уме, ты болен. Тебе нужно есть таблетки, чтобы вылечиться. Они лгали мне, что я убил свою девушку. И Джон Зерко смеялся надо мной из зеркала Банбол. Джон Зерко. И там еще был фламинго. Зеркала намного интереснее. Песня Геридора. Зерк рассказал, моя девушка теперь с ними и служит зуб. Она выкрасила волосы в рыбе. А-а-а-а! Не запомнили про фламинго? Надеюсь, да. Волшебство есть, да? Своя атмосфера. А вот и Джим Браура. Джим Браура. Узнаете его? Хе-хе. Никуда ты отсюда не уйдешь. Что случилось? Это твоих рук дело. Отдел внутренних расследований дышит мне в затылок. Это ты? Ты убил ее? Нет, я не могу. Джим Браура получил разряд из Зингрэма. Твою мать! Вот ты имбецил, а! Пистолеты упали. Нужно выбираться отсюда. Причем как пистолеты, так и обезболивающие. Все пропало. Я пытался убежать от прошлого. Перечеркнуть его. Уинтерсон была мертва, а я стал убийцей. Особняк. Сейчас. Нет, неправильно. Началось все до больницы. Тогда роковой шаг уже был сделан. Мосты сожжены. И дальше было только хуже. Вспоминать точно собирать разбитое зеркало. Осколки режут руки. Отражение дробится. Сам меняешься. Так можно сойти с ума. Или обрести свободу. Вспоминаешь какой-нибудь пустяк. Не пошел сразу домой, заболтался с коллегой и видишь, что это, оказывается, был выбор. Оцепить здание. Перекрыть все выходы. Я думаю, как жесток закон причинности. И где подкрепление? Звони в центральную. Всех, кого можно сейчас же сюда. Мне страшно. Но я снова с самого начала прослеживаю свой путь к месту преступления. Часть первая тьма в себе. Нью-Йорк накануне вечером. Я жаждал понести наказание. Но Альфред Уоден сдержал слово. Смешно сказать, его трудами я вышел из боя не без потерь. Даже героям. Благодарить было тошно. Я бросил отдел по борьбе с наркотиками. Вернулся на прежнюю работу в нью-йоркскую полицию. Сообщение о стрельбе на складе. Подтвердите. Принято. Еду. Вас поняла. Детектива из отдела убийств туда не звали. Но адрес был знакомый. Хозяин склада Владимир Лем. С этим представителем преступного мира мы были давно знакомы. Словно братья по разные стороны баррикад. Так он однажды сказал. Есть своя правда в этом. Итак, Макс. Выехал по вызову на склад. Один. Вообще, по логике вещей, услышав стрельбу... Дайте подкрепление. Они вооружены. И возможно, есть заложники. Вас поняла. Подкрепление начинаю. Я иду внутрь. Надо вызвать подкрепление и дождаться его. Но это же Макс Пейн. Он не привык действовать по протоколу. Дождавшись... Дождавшись подкрепления, все было бы куда проще. Но было бы, наверное, уже поздно. Знакомые кадры... Режет глаз. Телезер будто пытается выпотрошить изнутри, да? Все воспоминания Макс Пейна. Полиция! Эй, полегче, полегче. Я тут просто убираюсь. Все по закону, че слово. Я работаю на фирму «Чистка до блеска». Ты не слышал сейчас ничего подозрительного? Вроде нет. А, стойте. Вы имеете в виду сверху, из оружейной мастерской. Отведи меня туда. Живо. Конечно, если вы так этого хотите. Знаете, клевая у вас копов работа. Все, что от вас надо, прибыть на место преступления, немного осмотреться, убирать всю грязь, мозги, кишки и дерьмо приходится нам. Я детектив. А, тогда вы понимаете, о чем я. Вам достается всеобщее уважение, а нам что? Точно. О, да, вы понимаете, о чем я. Странный типок, да? Вообще, его можно застрелить сейчас. После вас, детектив. Да, конечно. Может, ты тоже пойдешь? А, детектив. Вот кое-что для вас. Сучка. Он мог бы легче это все устроить. Так вот, если бы мы его застрелили, то Макс Пейн бы сказал что-то типа... Что-то типа... Этот костюм не преступляет от преступника. Что-то типа того. Но это было бы глупо, потому как... Ну, преступника надо арестовывать. А не убивать. Тихо. Ну, как же меня бесит, когда они так делают. Это неуважение. Вот что это такое. Мы пытаемся навести здесь порядок. А эти недоумки весь пол кровью заливают. Мне это все и дело. Надо убивать их как-нибудь так, чтобы крови не было. Газом травить или ядом. Или еще как. Как вам такое? Если вы начали замечать, то это здорово. То, что изменилась немножко система прыжков и так далее и тому подобное. Черт. Эту штуку можно было взорвать снизу. Но что-то как-то странно стреляет Макс. И все бы нахрен рухнуло, и эти бы погибли. Ну да ладно. Стреляет почему-то над прицелом. На вид это было похоже на оружейный склад. Только обчищены. Так и есть, Макс. Так и есть. Водка! Да. Владимиром тут пахнет просто на ура. На автоответчике было сообщение. Так, погодили здесь, по-моему, тоже. Закрыто. Это Энни Финн. Я не могу подойти, так как собираю разные убийственные шучки. Собираю сообщение после сигнала. Что за сообщение? Одно новое сообщение. Э, Энни Душка, это Влад. Быть оружием в твоих нежных руках все, о чем может мечтать мужчина. Извини, я не смог прийти, как обещал. Возникли проблемы. Не волнуйся. Но следи, чтобы никто к тебе не забрался. Если с тобой что-нибудь случится, хоть что-нибудь, только свистни. И я буду у тебя. Не успела. У вас нет новых сообщений. По-моему, где-то тут можно раздобыть Инграм. Я же сказал тебе счастье. Ну вот где именно. Пока что. Только везде Беретта. И обезболивающие. А, у этого Беретта Инграм. Эй, на нас же напало. Эта шпана. Вы их перебили. У меня нет к вам претензий. Слушайте, я работаю на Владимира. Ни на кого ты, крошка, не работаешь. Что вам нужно? Мы можем. Полиция, бросить оружие! Черт, Макс. О, нет! Надо было быстрее думать. Какие все плохие события в моей жизни, это началось со смерти женщины. И я не мог ее спасти. Надо было думать быстрее. Вы слышали их, да? Вот они тоже очканули. Пистолет в руках, это как-то надежнее. Вот и подкрепление прибыло. Как-то оно припоздало. Ну давай, давай! Наконец-то! Ха-ха-ха! Мона Закс! И свалила. Если ты думаешь, что тебе ничто не грозит, это просто самообман. В лучшем случае, ты просто... Мония может оживить тебя без предупреждения. Это просто, чтобы быть уверенным, что внизу все убиты. Так-то нам сюда. Видели перезарядку, да? Она очень крутая. Моне нужно было наверх. Увидев нас, она решила спуститься. Но уборщики уже удирали со всех ног. Туда не пройти. Давай, как-то я тоже дробь возьму. Нет, здесь лучше Инграм подойдет. Либо пистолеты. Тот первый труп. Или нет? Нет. Фух! Я и забыл про него. Мощно. Хе-хе-хе. Очень мощно. Тела в мешках. Езжай, Коффман, езжай! Черт, свалили, уроды. Ну давай, ты же попал в водителя. Макс! Ты в порядке? Детектив Уинтерсон. В порядке, черт подери. Слушай, мы все-таки вместе работаем. Плохо работаешь, Пей. Ее убили у тебя под носом. Халатность, вот что это такое. Я старался вести себя профессионально. Но все изменилось, когда подошел тот лифт, открылись двери, и появилась Мона. Энни Финн изготавливала оружие и торговала им совершенно законно. Хозяин склада Владимир Лэм. Там были три силы. Во-первых, те трупы, связанные с русскими бандами. Работодатели Финн. Во-вторых, мафия. И, наконец, это публика в комбинезонных уборщиков. Они говорили про какого-то Кауфмана. Гнусная история. Причем худшая впереди. Не нравится мне это. А мне тем более. Пейн, возьмешь этот бред. Уинтерсон, тебе убийство Себастьяна Гейта. Мечта газетчикам. Сенатор. Уинтерсон была идеальным детективом. Образец для подражания. И бравура это знал. Нам повезло. Есть свидетель. Она стояла за моим плечом, шепча советы. Я не хотел ее слушать. Уинтерсон подозревала Мону. Я не стал говорить, что ее видел. Решил их запутать. Может, из-за того, что она осталась жива, когда все вокруг умирали, я меньше чувствовал себя виноватым. Аппарат детектива Уинтерсон? А ну, дайте сюда. Ваш кавалер. В компьютерных досье не нашлось ни фирмы Чистка-Доблеска, ни Кауфмана. Глава вторая. Преступные гении. Я поехал к Владу узнать, что он скажет. И сообщить про гибель Энни Филла. Влад купил старый клуб Рагнарёк и собирался устроить там модный ресторан водка. С появлением Моны что-то сместилось. Начался психоз. Я был рад ей, но до ужаса боялся, что оставшееся в прошлом зло снова настигнет меня. Рагнарёк. Старый клуб Рагнарёк, который стал водкой. Это же очень приятный уровень. Дело начало выходить из-под контроля. Я вошёл через заднюю дверь. Из углов вставали воспоминания о первом визите сюда. Под свежей краской чувствовался запах плесени. Дамы и господа, позвольте представить нам Макса Пэйна. Он первый в Нью-Йорке по количеству убитых преступников. Дорогие гости, приготовьтесь умереть. Макс, я под удовольствием вышел впереди тебя, но я сейчас немного занят. Я прячусь под столом от стула. Это мы посмотрим, кому скрыться, кому нет. Болтаете зазря. Кто-то разговаривал по другой линии. Влад, заткнись и оставайся в живых. Я уже иду. Макс, слышали его? Он идёт за вами. Макс, эти умники стреляют из рук вам плохо. У тебя не будет с ними никаких проблем. Я чувствую. Да, это итальянцы. О, старый знакомый. Нам нужно... Надо наверх. Подняться к холлу. Майк Ковбой. Непонятно, для чего его представляли. Его фигура здесь мизерная. Эй, ты Макс Пейн? Боюсь, что да. Макс, это я, Майк, друг Владимира. Шериф не хочет сделать меня своим помощником? Пойдём вытащим твоего босса, пока он нас до смерти не уболтал. В атаку! Сколько я помню, его можно убить. И забрать калаш. Ну, нормально. Пардон, Майк Ковбой. Но он тоже сам умрёт скоро. О, тут кто-то повеселился. Итальяшки выигрыши. Итальяшки. Этот бой просрали. Потише, потише. Просто забирай всё, что... Ухаживайся! Уинтерсон ухитрилась бы сделать это красиво и аккуратно. Логика подсказывала, что подкрепление уже должно быть в пути. Кто-то наверняка слышал выстрелы. Логика, как обычно, лгала. Логика она такая. Чёрт! Твою мать. Поднасрал. Давайте-ка сохранимся. Здесь прохода нету. Надо идти через верх. Вообще, этих ребят можно попробовать убить тех, кто внизу стоял. Точно из-за стороны. Давай, Майк! Майк! Заходи! Скотина! Меня вперёд идёт. О, красавчик. Ладно, постарайся выжить. Наверху вроде никого. Ты его убил. Ха-ха! Добро! Отпрыгнул на ура! Да, падать вниз будет не очень приятно, поэтому мы попытаемся в дверь зайти лучше. Твою мать, напугал! Майки, ты какого хрена так пугаешь меня? Игл. Хрена себе тут у меня обезболивающих. На кой чёрт они таком количестве нужны? Понятно. Спасибо, Майки. Так, друг мой! Мне, конечно, весело! Но патроны у меня не бесконечны! Давай, живей! А? Вот дерьмо! О! 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 Ты, главное, не очкуй, Уладик! Ха-ха! Напугался! И правильно сделал! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Була не мог дальше держаться! Может быть, уже было слишком поздно! Не поздно ещё! Сейчас придём! Давай поспешим, Майки! Эй, ты там не помри, слышишь? Имбецил! Взял, помер! Попросил же! Ладно! Двадцать семь пуль Для Калаша Это много или мало? По логике вещей, это двадцать семь трупов Но придётся очень сильно постараться С учётом того, что если в тело попадаешь, они не с первого раза умирают Так, мы в холле Нет, ещё нет Ещё не в холле Я разочарован, Винни! Это ты что и училась стрелять? Да подстрелите его нахрен! Вставайся, Винни! Они идут за тобой! Ты их слышишь? Нахерись! Брось, Винни! Это тебе не хожу как! Давайте, идите сюда! Зря ты прыгнул Так близко рядом со мной Это я тоже себе возьму Ёпту Обурел, что ли? Ничего себе Вот он меня осадил Так хорошо С Ингрома Почти все пули попали Винни гоните Помните этого? Когда-то мы его гнали Вот кто привел Итальяшек Владимир Лем Тоже Актёры сменились Абсолютно все Да, пусть попытаются Пусть попытаются Я уже близко Пейн! Это заплатишь, русский Мать твою! Ты заплатишь Мой герой Всех перебили Ты спас меня Хочешь поцелую? Винни гоните Преступный гений Убираешь всех конкурентов В подпольню торговля Мелкий бандит Явно подружился С кем-то покрупнее А ты сам чем кормишься? Напомни В корне перевоспитался Честная пионерская С моей водкой Ни один ресторан не сравнится Золочусь Энни была потрясающая А ее убили Ни за грош Руку тебе сейчас задели? Нет, вчера Не присоединишься? Сделаем вид, что я при исполнении Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok